Здравствуйте! Это канал Максимадзе. Поздравляю всех с Новым Годом! Надеюсь, вы все его отметили прекрасно. Впрочем, да и я тоже. Нормально все вышло. Прекрасно. Отличный Новый Год. Надеюсь... Пишите в комментариях, хорошо ли у вас прошел Новый Год. Вот, пишите обязательно. Собственно говоря, о чем наше видео-то? Короче, сегодня мы играем в игру «Вы нажмете кнопку». Ну как игру? Рассуждалку. Ну и по традиции, прежде чем мы приступим к дилеммам, почитаем дилеммы подписчиков, которые под предыдущим выпуском... Тут переводчик открыт, я свои собственные дилеммы сочинял. В конце видео также по традиции представлю три своих дилеммы. Итак, собственно говоря, вот... Вот дилеммы от подписчиков. Как всегда, если вы хотите предложить свои собственные дилеммы, пишите их вот под этим выпуском, который вы сейчас смотрите. Именно под этим выпуском, ни под каким другим видео, чтобы я ничего не потерял. Короче, время дилемм. Дилемма первая. Ты владеешь крупной компанией по созданию видеоигр, но тебе придется подвергать цензуре свои игры, чтобы угодить цензурному комитету какой-либо страны. А подвигать цензуре игры в каком смысле? Что мне надо там будет цензурировать? То есть, если в этой игре будет обнаженка, если там будут обнаженные девушки, мне там придется цензуру увлекать. Но подожди. А если я не делаю такую игру, где будет такое? Может быть, ты имеешь в виду, что я бы делал игру, в которой бы просто была какая-то сильная жестокость. А я скажу, что я бы не делал бы таких игр. Что бы угодить цензурному комитету какой-либо страны? Ну, я даже не знаю. Это очень сложный вопрос. А может, я буду делать игры, в которых в цензуре подвигать просто нечего? Что там продвигать? Короче. Короче, я скажу да, я согласен, потому что игры, которые делают цензуры в учетах, я делать не собираюсь. Так что мне ничего тут не угрожает. Дилемма 2. Ты можешь быстро бегать, но ты постоянно падаешь. Пошло оно нафиг. Я даже обсуждать это особо не буду. Вот быстро бегаешь, но ты постоянно падаешь. Вот посмотрите. Вот осенний кросс там, например, где нужно бегать. И несмотря... Вот ты постоянно падаешь, и ведь тебе же приходится во время бега несколько раз упасть, и потом вставать. И в таком случае шансы на победу у тебя все равно не очень-то высоки. Так что способность абсолютно бесполезная, я скажу нет. Да и более того, как нибудь один раз упадешь, вывыкнешь себе плечо или губу. Дилемма 3. Ты можешь есть и пить одновременно без остановки. Я не знаю, нафиг это мне нужно. И так мне, и так. Но ты будешь очень долго ходить в туалет. Нет, я даже обсуждать это не буду. Мне есть и пить одновременно, и я и без этого как-то справляюсь. Четвертая дилемма. Есть 50% того, что сегодня у тебя случится что-то хорошее, но есть 50% того, что у тебя случится что-то плохое. То есть каждый день у меня 50%, что может случиться что-то плохое, а в какой-то день что-то хорошее. В принципе, это как в жизни. Практически, можно сказать. Но, честно говоря, это все-таки рискованный вариант. Я, наверное, не соглашусь. Я думаю, я и так в жизни проживу. И пятая дилемма. Ты всегда выиграешь в настольных играх, но ты всегда проигрываешь в компьютерных играх. Это уже был похожий вопрос, я не буду на него отвечать. Я скажу... По-моему, этот вопрос уже был в одном из выпусков по дилемм. Я не буду на него отвечать. Я скажу, что нет, потому что... Ну как, я точнее отвечаю на него, но я уже говорю, этот вопрос был. Мне... Я как бы снимаю компьютерные игры на канале Максимадзе, между прочим. А как же я могу снимать, если я проигрываю все время? Так что нет, это мне не подходит. Так. Так, все. Больше никто дилеммы не присылал. Переходим, значит, к основной игре. В общем, первое. Вы получаете 360... Хрен знает каких леонов. Я не знаю. Септильоны, криптильоны. Я не знаю, что это за число. Но вы будете... Но безумно огромное, тем не менее. Я думаю, даже у Илона Маска столько нету. Да господи, что я говорю. Конечно, нету. Но вы будете выглядеть бездомным и одиноким. Неужели я не... Неужели я не могу себе за эти деньги позволить себе не выглядеть бездомным и одиноким? Эти же деньги мне помогут порядок себя уладить. Я просто не смогу с такими деньгами выглядеть бездомным и одиноким. Одиноким, может быть, и буду выглядеть. Но не бездомным уж точно. Так что, в принципе, я не понимаю. Я согласен, я получаю. Не буду я выглядеть бездомным и одиноким с такими деньгами. Это невозможно. Короче. Надеюсь, что-нибудь новогоднее. Кстати, мои дилеммы, которые я представлю. Три. Они связаны с Новым Годом. Так что досмотрите до конца и обязательно ответьте на них в комментах. Будет очень интересно посмотреть. Вы проведете остаток своей жизни с человеком, своей мечты. Но они постоянно вам изменяют и открыто признаются вам это раз в день. Нафиг мне такое нужно. Даже не буду обсуждать. Это мне придется... То есть, и был... Это, по сути, это человек моей мечты. Но при этом он через некоторое время автоматически перестает быть человеком моей мечты, потому что не изменяет. И тем более, он об этом мне напоминает каждый день. Ну, нафиг мне это надо. В общем, следующее. Вы обретаете способность видеть призраков и входите в призрачную форму, которая, по сути, является просто астральной проекцией. Ничего себе. Но вы оставляете свое тело широко открытым для одержимости каждый раз, когда входите в форму призрака. Если честно, я ничего вообще не понял. Сначала я запираю себя в шкафу, а потом, если за владеем, просто станет скучно они покинут мое тело. А, то есть, получается, то есть, получается, я могу видеть призраков. Только, только, каких призраков? Нафиг мне надо видеть призраков. Может быть, я могу видеть призраков своих умерших родственников, например, которых, во всяком случае, помню. У меня двое таких. Один, один умер в прошлом году, в другой в позапрошлом. Собственно, остальные, которые умерли, я их не помню. Короче, ну, или там друзей. Друзей умерших у меня вроде бы нет. Но, в любом случае, то есть, я могу повидаться с призраками, с этими, пообщаться как бы с мертвыми, но, при этом, я сам вхожу в призрачную форму. И, когда я это делаю, мое, как бы, то есть, то есть, вот я сижу за этом кресле, сейчас за компьютером делаю видео. И я сейчас хочу отправиться в этот, пообщаться со своими умершими родственниками, там, например. и, я вхожу в призрачную форму, а я, а мое тело вот так вот остается просто сидеть. И ждать возвращения моей души обратно в тело. В принципе, способность не плохая. И вроде она не такая уж и плохая. Давайте я соглашусь. но все-таки меньше часть согласны и может быть я что-то не так понял. Что-то я не, возможно, я что-то не понял, но тем не менее, как понял, так и ответил. Все равно ничего этого не сбудется. У вас супербыстрый интернет, но вы теряете 10 лет своей жизни. То мне и так проблем с интернетом практически нету вроде. Все нормально, я обойдусь, пожалуй. Да, вот это, кстати, правильно было. Вы можете купить быстрый интернет, но вы не можете купить жизнь. Да, это правильно. Вы можете перемещать изображение в любом формате, например, гиф. Гифы, анимации в большинстве случаев. Но ты отстои в фотошопе. Но как бы я не являюсь перемещать? А какие, а в каком смысле? Господи, что за дебил это написал? То есть, я могу, а как, где их перемещать-то могу? Из папки в папку, что ли? Но при этом я не, вообще не разбираюсь в фотошопе. Нафиг мне это надо, я отказываюсь. Может быть, что-то тут, ну-ка дайте на английском посмотреть. Нет, нет, тут создавать анимации. Но, кстати, я умею создавать анимации в формате GIF. Я это умею делать. Это довольно-таки несложно. Но я отстой, у меня и то, и то, в принципе, неплохо развито. Зачем мне это надо? Я и так, я и так уже умею делать некоторые картинки в формате GIF. Ваша зарплата удвоится, но вы никогда не сможете получить другую должность или работу. То есть, ну, это зависит от того, какую я выбрал работу в данный момент. Если у меня хорошая работа, которая мне бы всегда нравилась, то тут можно было бы согласиться. Особенно если ты работаешь на удаленке, как бы тут за компьютером сидишь и получаешь доход, то, в принципе, можно было. Это зависит от того, какая работа. Но, в принципе, давайте нажмем согласиться. В принципе, хотя фиг его знает. Другую должность. Но это для некоторых подходит, для некоторых не подходит. Кстати, означает ли это то, что я не смогу пенсию получить? Если нет, если не могу, то тогда надо было нажать нет. Вы можете спеть любую песню, которую захотите, но у вас есть страх сцены. Ну, у каждого может быть страх сцены, как бы. Но, тем не менее, мы способны спеть песню, которую хотим. Ну, в принципе, я и так могу спеть любую песню, которую хочу, которую я звучу. Единственное, у меня голос может не подходить для пения. Так что, я не знаю. Я, наверное, и так обойдусь. Если захочу, если захочу, просто научусь петь, и все. Вот, вот я согласен с тем человеком. вы смените пол на сутки, но нельзя. Да. Вы смените пол на сутки. А означает ли это то, что я могу вообще стать девочкой, которую я захочу вообще по любому своему желанию? и означает ли это то, что я могу означать ли это то, что это только один раз в жизни возможно? Или это можно несколько раз сделать? Ну, нельзя делать вот это. Ну, блин, ладно. Можно и просто себя посмотреть. можно изменить пол на сутки, как бы пофоткать себя со всех сторон и уже делать вот это, когда ты станешь обратно мужиком. Короче, я уже, короче, взрослая тема. Давайте ее поскорее пропустить. Я согласен, способность прикольная. Смех в трансгендере, но сменить пол на сутки только означает ли это то, что я... Это типа произойдет то же самое, что мне операцию. Блин, но тут на самом деле сложно. Знаете, тут я... Давайте я отменим. Я нажму все-таки нет, потому что здесь не совсем понятно. Означает ли это то, что я могу как бы стать любой девочкой, которого я пожелал, которую я видел, которую я... которая мне действительно нравится, и что-то типа того. Или просто я получу то, как бы я выглядел в виде девушки. Короче, если первый вариант, то я согласен, если второй, то не согласен. А поскольку рискованный вариант, я нажал нет, потому что того, чего не знаешь, не подписывай, не надо. Взрослые вопросики нам попадаются иногда. Ну-ка, а почему не перевелось ничего? Вы получаете без смерти бесконечное финансирование, чтобы создать свою собственную цивилизацию на острове размером с Ямайку с климатом по вашему выбору. Но вы помещаете, телом бит на месте за пределами островов? Это сложно, это сложно. Я, честно говоря, не помню, насколько Ямайка это большая, но вот, во всяком случае, я ни разу и в жизни не покидал Россию. И, в принципе, я сильно далеко-то из своих пределов не выходил. В принципе, в принципе, Ямайка, она все равно больше, чем все места, которые я когда-либо посетил и выезжал. В принципе, мне, возможно, было бы, это могло бы подойти. Мне бы это подошло, тем более, я никуда, во всяком случае, пока за пределы своей страны, в данном случае, острова, не собираюсь пока никуда уходить. Поэтому я нажму, да, но на самом деле, надо трижды, если в реальной, если в реальности такой выбор нам предлагается, то лучше трижды подумать, чем нажать сразу. Вы встречаете, вы познакомитесь с Шерлоком Холмсом, и он будет очарован вами. В конце концов, вы умрете медленной, мучительной смертью, но до заху него не в силах вам помочь. Нет, я отказываюсь. Во-первых, мне Шерлок Холмс этот вообще нафиг не сдался. Никогда не фанател от него. Хотя у меня на Сименсе медийная мелодия есть от Шерлока Холмса. Правда, не я ее закачивала, а еще мой дед, предыдущий владелец. Шерлока Холмса, следующее. Вы контролируете умы людей по своему желанию и не имейте никаких ограничений на то, что вы хотите, чтобы они думали, включая контроль над эмоциями, фетишем и так далее. Но каждый раз, когда вы меняете что-то мысли, вы получаете резаную рану. я ничего честно говоря, не понял. Умы людей... То есть, я так понимаю, я могу контролировать любым человеком абсолютно, но при этом я от каждого контролера, от каждого контролирования получаю рану на себе. Нафиг мне это надо. Когда-нибудь я так умру. Наконец-то... А, ну, может быть, тут имелось в виду, вы можете заставить потом этих людей вылечить не эту рану, но в любом случае, это более мы боимся. Ну и... Наконец-то наступил год рабочего стола Linux, но умер Linus Torvalds. Я пропускаю этот вопрос. Мне ничем... Мне... Я не знаю, кто такой Linus Torvalds, и... И у меня никогда не было Linus, и... Мне... И мне тоже наплевать, я вообще как-то не шарю в этом ничего. Люк Скайуокер, блин, тут. Вы первый человек, высадившийся на Марс. Не знаю, тоже нафиг мне это надо. Но вы не можете вернуться, а система жизнеобеспечения пошло нафиг. Нафиг мне вообще на этот Марс. Че он мне сдался? Я хочу жить на Земле. Я прилечу на Марс и не смогу уже выбраться из него. Нахрен мне это нужно. Вы можете волшебным образом колдовать над едой и водой. Но каждый раз, когда вы чихаете, образуется быстро развивающаяся колония микробов, которые должны быть уничтожены до того, как они разовьются до такой степени, что будут... Опять рискованное предложение, от которого я лучше откажусь, пожалуй. у вас... Я не могу, к сожалению, в своей жизни не чихать. Иногда чихать приходится. Я то, что от такого чиха может появиться мировая катастрофа, извините, нет, не будем это делать. У вас может быть шкаф, заполнены все одежды из вашего любимого магазина. Вы будете обильно потеть каждый раз, когда вы видите кого-то привлекательного. В принципе, и в реальной жизни можно обильно потеть, когда видишь кого-то супер-мега привлекательного. Короче говоря, это вопрос довольно сложный. И, в принципе, я и так могу пойти в магазин и купить там все одежды, которые я хочу. Я, пожалуй, и так могу обойтись. Тем более, это мне не дает никакой возможности кого-то привлечь к себе. Я просто буду или подождите, или тут имеется в виду, что я буду потеть каждый раз, когда я кого-то начинаю привлекать, девушку какую-нибудь. Короче, фиг узнает, опять не знаешь, не подписывай. А я, может, и правильно сделал. Вы становитесь противоположным полом, но назад не вернетесь. Вот это уже действительно переходит тема к трансгендерам. То, что наш президент Владимир Путин запретил. Пропаганда гомосексуализма, трансгендерства и максимадзе тоже всегда был и будет против этого. Я сразу нажимаю нет. Единственное, было бы единственное, что было бы прикольно, если бы у тебя, так как я уже говорил, была возможность передом не просто сменить пол, а стать вообще, выглядеть так, как вот реально хотел бы в женском полу. Но при этом невозможности стать обратно в свой пол, это я не знаю, не подходит, извините. вы бессмертны и можете летать и у вас бесконечные деньги. Но каждый раз вы должны съедать 100 тарантулов, иначе один человек, которого вы любите, умрет. Честно говоря, понятия не имею, что такое тарантулы. Вообще, понятия не имею, что такое тарантулы. Опять, не знаешь, не подписывай. вы получаете способность превращаться во что угодно. Вот это было бы интересно. Но раз в месяц вы должны проводить, приводить стереотипного интернет-наркомана на выпускной бал в живом виде его вайву. Какую вайву? Что такое вайву? Показать оригинал. Вайфу. Я не знаю, что такое вайфу. стереотипного интернет-наркомана на выпускной бал раз в месяц. Зачем? И какой вообще у меня может быть выпускной бал? Блин, слушайте, я не знаю, я, пожалуй, перебьюсь. Мне кажется, я раз в месяц это слишком много. Вы зарабатываете 2 миллиона долларов в год. Вы работаете на Дональда Трампа. Это зависит от того, кем бы я работал на Дональда Трампа. Вот действительно зависит. Впрочем, те, кто работает на нашего президента Путина, например, вот у них, вот они действительно зарабатывают гигантских денег. Чиновники, все дела, депутаты. Все, кто работает на Путина, они реально все богаты. Так что тут условно как в жизни. Но я не знаю, кем мне тут придется работать на Дональда Трампа. И кроме, и более того, я как бы русский человек. Дональд Трамп не имеет никакого отношения к России. Это американский бывший президент. И, собственно говоря, я всегда был и буду с России, так что я отказываюсь. это не для меня. Вам больше не нужно спать, есть или дышать. Они не обязательно, и вы можете жить без них. Но у вас бывают ужасные еженедельные месячные, если вы девушка, не можете ну, не знаю, если честно. в принципе да фиг его знает. Как бы, но действительно, я как бы дышу, ем, сплю, и я не жалуюсь, что мне это обязательно надо. я просто, короче, нажимаю сюда, пропускаем этот вопрос, короче, он для меня не понятен. Вы спасаете жизнь ребенку, которому угрожает жизнь, я так понимаю, но остаток жизни вы проводите в инвалидной коляске. Ну, так, пауза. Эля. Да, ничем сейчас. Че? Нормально. Да, сейчас ничем пока. Чего? Плохо, что-то сосы, что-то сосы. Какие, чьи родители идут на корпоратив? И как, корпоратив? Ну, они одну. Давай, да. 1 января, 1 января же приедем к вам. Так что, ждите. Так что, ждите. У нас для тебя подарок есть, очень ценный. Какой узнаешь, да, какой узнаешь 1 января? Так что, все, давай. А у нас уже, да он есть у нас уже. Так что, жди. Ну, ладно, давай. Давай. Так, продолжаем. Ну, это как в жизни. Вы спасаете жизнь ребенку, но остаток жизни проводите в инвалидной коляске. Это как в жизни бывает. Это смотря в каком, в каком случае ты его спасаешь и в зависимости от чего ты спасаешь ребенка. то есть вот ребенок там, падает с большой высоты, но ты ловишь его собственно своим телом, но ты из-за этого получаешь тяжелую травму. Ну, тут я не знаю, давайте тоже пропустим. Это тоже, это вопрос, в котором какая-то, какой-то именно определенный случай должен быть. Нужно ли тут спасать ребенка? Тут же не написано, а чего именно я ребенка спасаю? Если бы тут было бы написано от чего, может быть я подумал бы побольше, а так тут нифига не написано и толком непонятно соглашаться или нет. Если мне его надо спасти от от игромании, то тут извините, можно и без инвалидной коляски обойтись. Пусть будет так, как в жизни все. Хотя с другой стороны, если вы спасаете жизнь ребенка, который вот-вот погибнет, там, например, как у него тяжеленьшая болезнь, и ты отдаешь ему, можно сказать, частичку своей жизни, чтобы его спасти, то это в принципе очень даже подходит. Тут можно было бы согласиться, но поскольку здесь не написано, от чего именно я спасаю ребенка, то извините, я не могу и я просто пропускаю этот вопрос. Ну и, кстати говоря, чей ребенок? Мой или вообще чужой? Хрен его знает. Вы можете перенести все, что угодно из вашего воображения в реальный мир, когда захотите. Вы можете изменить реальность, но вы одни, ваша сила не работает за пределами вашей комнаты дома, и вы не можете ее покинуть. Ну, то есть, я буду постоянно жить в своей комнате, мне нельзя покидать, я сразу нажимаю нет, нафиг мне вообще это надо. Какой в этом смысл, если я не могу покидать свою комнату или дом? Вы можете выбрать заглядывать в будущее или нет, когда закройте глаза. Интересно. Но вы не помните о том, что видите, когда открываете глаза и перестаете смотреть в будущее. Вы парализованы, когда смотрите в будущее, и не можете говорить, когда смотрите в будущее. ну, как бы немножко бессмысленная способность, если я ее, если я посмотрю в будущее и сразу же об этом забуду, что я видел. В принципе, плохого ничего это нам не дает. В принципе. Так что, можно согласиться, но в принципе способность какая-то бессмысленная, мне кажется. Ты ведь никому это не расскажешь, и сам ничего не запомнишь. Вы можете стать знаменитым в ютубе, но все, кто смотрит ваше видео, будут использовать отблок. Да вообще плевать, вот вообще плевать. У меня в роликах и так нет рекламы, потому что когда меня подключили в партнерскую программу, в этот же момент на ютуб, блин, на ютуб наложил санкции на Россию, и там отключил монетизацию. Собственно говоря, я и так видел с душой, можно сказать, выпускаю. Пусть используют отблок, мне не жалко. И вообще, отблок чаще всего блокируют рекламу контекстную, а не видео. Короче, я согласен, для меня в принципе подходит. Почему бы нет, я согласен. В принципе, люди и так могут и без этого использовать отблок. Вы становитесь снова спутником доктора и путешествуете сквозь пространство и время. Но вы умрете во время переключения. Да, блин, я жить хочу вообще-то, нет. Давайте еще где-то 2-3 вопроса и закончим, потом перейдем к моим дилеммам. Ты становишься королем мира, но вы потеряли все конечности в результате несчастного. Даже обсуждать не буду. Вы можете летать, но всю жизнь вы должны есть только самую ненавистную пищу. Извините, я на это не способен. Нет. Но переведите мне. Вы становитесь самым богатым человеком в мире, но вы можете покупать только те вещи, которые не являются постоянными. Например, еду. Но я не знаю даже как-то это богатым тебя сильно не делает. То есть я богатый, но не могу ничего покупать кроме еды. Ну как-то я не знаю. Мне надо покупать что-то тоже кроме еды. Вы уж извините, я не могу согласиться, потому что как-то странно это. Ладно, а теперь мы идем к моим новогодним дилеммам. Итак, первое это вы получаете любой подарок на Новый Год, который только пожелаете. Он у вас будет. Но вам нельзя ставить новогоднюю елку и нельзя вообще никак украшать комнату и все такое к Новому Году. Просто как в обычное время и все. Никаких елок, никаких украшений. Но вы получаете подарки, какие хотите. Пишите в комментах согласны или нет. Новогодней атмосферы не будет, но зато будут подарки. Следующее. Вы можете встретить настоящего Деда Мороза. Мы-то, если верить в Деда Мороза, мы-то его никогда не видим. Он приносит нам подарки так, что мы его не успеваем просто увидеть. А мы его встретим, но при этом он не принесет нам подарков. То есть надо выбрать чего мы хотим. Мы хотим подарков или Деда Третья дилемма это все, что вы пожелаете в новом году обязательно сбудется. Но вы не можете пожелать того, что невозможно в реальном мире. То есть там магия, получите одним хлопком миллиарды долларов, переместись, переместиться в какой-то вселенной, в мультфильм, видеоигру и так далее. Все, что только в рамках возможного. Ну что ж, такие вот были дилеммы на сегодня. Еще раз всех поздравляю с наступившим Новым Годом. Пишите свои собственные дилеммы в комментах. Я также хочу узнать ваши ответы на мои дилеммы в комментах. Спасибо за просмотр. С вас подписывайтесь с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал влоговый канал Свади Руба ВКонтакте и всем пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова